Вообще композиция, термин используется довольно часто и в самых разных сферах. И когда мы посмотрим на какие-то примеры слайдов, мы видим, что у них композиция очень сильно отличается. Да, композиция, она состоит из отдельных элементов. Тут может быть и фон, и текст, и какие-то картинки, и колонн-титул. То есть все-все-все элементы, которые расположены на слайде, обязательно образуют какую-то композицию. Как мы формируем, как мы форматируем. Да, совершенно верно. И как определить, какая композиция хорошая, а какая композиция не очень удачная. Как сделать такой макет, который будет помогать достигать ваших целей, а не резать глаза нашей аудитории. Для того, чтобы проанализировать композицию какого-то готового слайда или будущего макета, нужно сделать одно простое действие. Это действие выглядит вот так вот. Возьмите готовый слайд и просто закрасьте одним цветом прямоугольные, квадратные, безсложные фигуры. Обратимся к прямоугольникам. Прямоугольные области, на которых расположена информация одного уровня. Заголовок и текст – это разные прямоугольники. Заголовок, подзаголовок и текст – это тоже разные прямоугольники. То есть один уровень иерархии – это один прямоугольник. И тогда, когда мы раскрасим слайд, который вы видите перед глазами, у нас получится вот такая вот композиция. Как она вам кажется? Выглядит ли она приятной, неприятной, удобной, неудобной, тяжеловесной или, наоборот, слишком легкой? Напишите свои впечатления и сравним. Конечно, есть макеты, в которых композиция более сложна. И здесь нужно использовать круги, треугольники, может быть, какие-то диагональные линии. Особенно часто такие элементы используются в дизайне канвы. Но в общем и целом достаточно просто покрасить прямоугольники и вот так вот оценить, какое впечатление производит эта композиция. Так, грубовато, наслоение, тяжеловесно, не очень, нормально, громоздко зависит от содержимого, нормально, заполняет слишком много места. То есть видите, да, что есть некоторые моменты, которые бросаются в глаза. Есть вот это вот несопоставление размеров прямоугольников. Как выровнены края этих прямоугольников? Почему все три картинки совершенно разного размера и по какому принципу они именно так скомпонованы? То есть то, что заполнен почти весь слайд, это не так критично, как то, что вот есть такие мелкие неурядицы, которые делают композицию не очень понятной. Но это еще не самый сложный случай. Я покажу сейчас другой пример. Вот такой вот слайд, причем человек занимается брендингом, то есть в том числе и дизайном в социальных сетях и в личных каналах. И если мы покрасим таким же образом слайд, то получим вот такую вот композицию. Согласитесь, уже совершенно другая ситуация. И первый слайд по сравнению с этим кажется очень даже легким, понятным и аккуратным. Вот этот вот вариант показывает намного-намного более сложный случай. Да, действительно, пардак. Посмотрите, как много прямоугольников. Здесь есть и логотип самой конференции, и логотип автора, и четыре скриншота разных уровней, и подписи под ними. И получается довольно-довольно сложная для чтения композиция. Так, композиция, рассказывающая о поднятии, вызывающей поднятии, должна идти слева направо и снизу вверх. Для мусульманских стран наоборот. Это сейчас мы, вы говорите вот про направляющие линии. Мы сейчас не говорим о движении, направлении движения. Это тема совсем другого разговора. Мы просто сейчас смотрим, как создать хороший макет слайда. И всегда любая учеба, да, вот ответ на любой вопрос начинается с того, что мы изучаем чужие примеры, пытаемся понять, что хорошо и плохо, и только потом переходим уже к своей собственной практике. Да, согласны, перегруженность очевидна. И еще один вариант. Здесь, вы видите, использована стандартная схема PowerPoint, стандартные элементы смарт-арта. И получается вот такой вот слайд. Если я его подкрашу, то будет выглядеть примерно таким образом. Что можете сказать про этот вариант? Как это сделать технически? Как покрасить прямоугольники с текстами и изображениями? Я беру просто в PowerPoint инструмент прямоугольник и сверху провожу фигуру. Потом настраиваю цвета, прозрачность так, чтобы это было читаемо. Но в общем и целом просто прямоугольники в PowerPoint. Так, нормально, логично и просто для восприятия. Края пустые. Да, есть некоторые небольшие нюансы, но в принципе, вот сами стандартные элементы PowerPoint уже диктуют вот эту вот простую диагональную линию. И этот вариант читается, конечно, попроще, чем другие. Да, стоит что-то улучшить, стоит что-то исправить, но это уже те мелочи, которые требуют большего времени. 80% вашего времени уйдет на то, чтобы поправить вот эти 20% недостатков. Мы можем в общем и целом сказать, что макет нашего слайда – это композиция, которую мы разработали заранее, используя очень простые формы. Мы не будем говорить о кругах, мы не будем говорить о диагональных линиях, о направляющих, о плейсхолдерах и более сложных понятиях. Просто возьмем самые обычные прямоугольники и с помощью их зададим будущую композицию слайда. Это будет такая заготовка, которую затем можно будет использовать неоднократно. А вы знаете мое мнение, что лучше всего делать все так, чтобы либо использовать многократно, либо долгое время не устаревало. То есть экономить на самом деле ваше время я всегда и в том числе на своем курсе ратую за то, чтобы вам было попроще выполнять свою работу.